Было желание его не отпускать на работу, потому что он приболел немного. И вот как бы я говорила, что давай возьмем больничный, будешь лечиться и не ходи никуда. Собрался, ушел, двери закрыл и все, больше не вернулся. Предчувствие не обмануло. В этот день муж Галины получил сильнейшие ожоги – 45% тела. Сергей работал токарем на Алтайском заводе агрегатов. По официальной версии, во время производственного процесса на нем загорелась одежда. Мужчину госпитализировали. Спасти Сергея Гордеева не удалось. 14 апреля он умер в больнице. Сергею было 38 лет. Семья потеряла кормильца. У Галины трое детей. Предприятие не помогло ни финансово, ни в организации, то есть не предоставили ни транспорта, ничего. Все оплачивали сами. И то есть помощи, ни сочувствия, ничего не оказали. Обрещался и представитель мой. Сказали, что помогать мы не собираемся. Трагедия произошла еще 21 марта. Несколько недель Сергей находился в реанимации. И за все это время, утверждает Галина, на заводе никто не выходил с ней на связь. Еще женщина не верит, что это был несчастный случай. Он мне звонил уже из больницы, уже получивший травму. Просил приехать, там срочно привезти документы. И он сказал, что я прилег в обеденный перерыв. Меня подожгли спящего. Так или иначе, сейчас идет доследственная проверка по 143-й статье. Нарушение правил техники безопасности, которое привело к смерти работника. Следователи Следственного комитета провели осмотр места происшествия и изъяли образцы горючего вещества, которое могло стать причиной возгорания человека. В настоящее время выясняются обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Галина до сих пор не снимает обручальное кольцо. С Сергеем они прожили 16 лет в браке. Дети, которых специально не брали с собой на похороны, ждут папу домой. Мы отправили запрос на предприятие, чтобы выяснить, может ли Галина рассчитывать хотя бы на какую-то помощь. И обязательно вернемся к этой теме. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком.